Ну а теперь рубрика «Народный путеводитель», которая сегодня нас отправит не куда-нибудь, а в Калининград. В Старом Кёнигсберге есть красивое место, называется «Сквер Шопена», Оксана. Как говорит наш народный корреспондент, об этом сквере большинство туристов, и мы, москвичи, конечно, не знают. А зря. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Иванов Олег, я житель города Калининграда, и хочу рассказать об одной из его достопримечательностей — сквера Шопена. Сквер Шопена находится в центральном районе Калининграда на пересечении улиц Пугачева и Коммунальной. Это практически наиболее сохранившаяся старая часть города, еще старого Кёнигсберга. Но, к сожалению, далеко не все туристы доходят до этого места. Калининград прекрасен не только общеизвестными местами, но и такими замечательными скверами, как этот сквер Шопена. Данное место было выбрано не случайно, потому что оно и по геометрии, и по высаженным здесь растениям очень похоже на то место под Варшавой, в Польше, где, собственно, и родился Шопен. Дата открытия была также выбрана не случайно. В сентябре 2010 года Шопену исполнилось 200 лет, и именно к этой знаменательной дате было приурочено открытие данного сквера. Здесь установлены скамейки, освещение, то есть здесь в любое время и годы, в любое время суток всегда достаточно комфортно, приятно. И здесь собираются жители не только близлежащих домов, но и калининградцы, и гости города. Здесь посажено очень много декоративных растений. По периметру всего сквера высажены многолетние деревья. В период цветения здесь очень приятно находиться, буйство красок, очень много приятных ароматов, но и осенью, ту самую прекрасную золотую пору, здесь тоже очень красиво. Сквер Шопена не единственный памятник деятелям польской культуры. Существует еще несколько памятников на территории Калининградской области. И наши соседи, поляки, я думаю, когда приезжают сюда с туристическими визитами, также посещают эти замечательные места. А при желании, наверное, в сквере можно поставить рояль в кустах и, в общем, сыграть осенний вальс Шопена. Уважаемые телезрители, мы не устаем вам напоминать, что эту рубрику «Народный путеводитель» мы делаем вместе с вами. Поделитесь самым интересным с теми, кто тоже в эти минуты смотрит ОТР и будет смотреть в будущем. О достопримечательностях в вашем городе, в поселке, в вашем населенном пункте расскажите нам с помощью сайта otrdfisonline.ru. Вы предлагаете тему, мы к вам выезжаем и вместе снимаем интересный сюжет. И показываем его всей стране.